Итак, добрый день, дорогие студенты. Сегодня наша тема лекции «Дипломная работа». Цель лекции – познакомить студентов с основными понятиями написания дипломной работы. План понятий дипломной работы, этапы написания дипломных работ, подготовка к защите и защита дипломных работ. Дипломная литература, дополнительная, куда вы можете обратиться. Дипломная литература, написание дипломных работ, подготовка к автору Безрукова, ЭФС, академическое письмо, учебные посуды, Венец, Свинья, ЭФС, Ю.М. Кувшинская и другие авторы. Академическое письмо от исследования к тексту учебных и практикум для академического бакалавриата под редакцией Ю.М. Кувшинской. Дипломный проект – это квалификационное исследование, заключительный этап подготовки специалиста. Работа над ним, студенты реализуют полученные на предыдущих курсах знания, навыки, умения, используют научные и практические средства профессиональной деятельности, дополнительно осваивают технологию проведения самостоятельного полномасштабного научного исследования. Дипломная работа проходит процедуры предзащиты на кафедре и защиты перед Государственной комиссией. Название дипломного проекта и его оценка записываются в приложении к диплому. Дипломный проект по сравнению с курсовой работой носит более глубокий научно значимый смысл. Говоря о жанрах научного стиля, отметим, что они выступают ключевыми с точки зрения подготовки специалиста в казахстанском университетском образовании. В нашей стране подготовку студентов в университете невозможно себе представить без работы над курсовым проектом работы на втором и на третьем курсах и работой над дипломным сочинением на выпускном курсе. Последняя рассматривается как квалификационная работа, что означает приоритетность подготовки дипломного сочинения для выпускника университета, а уровень ее выполнения должен свидетельствовать квалификационные характеристики, получаемые студентом в специальности. Кроме того, успешное выполнение дипломной работы становится залогом дальнейшего обучения студента. Но уже на следующем уровне магистратуры по соответствующей специальности. Как смогли убедиться некоторые студенты, к счастью, их обычно меньшинство. Выбор темы научного проекта в области исследования и шире области научных интересов – это, пожалуй, один из самых важных моментов любого исследования. От того, насколько тема проекта разработана в науке актуальна для современных научных исследований, часто зависит успех работы и ее результативность, а также чувство внутреннего удовлетворения от всей проделанной работы, в том числе и от процедуры защиты научного проекта. Часто мы сталкивались с такой ситуацией, когда студенты не единожды меняли тему проекта, иногда проявляя интерес к прямо противоположным научным проблемам. Это в корне неверный подход. Хорошо обдумать тему и пути ее решения, взвесить со всех сторон. Становятся по-настоящему актуальны и интересны темы. С самого начала гораздо важнее, чем выбирать первую попавшуюся легкую тему для осуществления проекта. Отметим, что тематика курсовых работ или диплома, общий перечень тем разрабатывается преподавателями кафедры. Закрепление за темы автоматически означает и закрепление за научным руководителем, то есть тем преподавателем, который будет помогать студенту в работе над курсовой или дипломной работой. Оказывается, важно умение самого студента разбираться в темах, названиях работ, ориентируясь как на общую тематику кафедры, так и на научные интересы отдельных преподавателей, а в некоторых случаях необходимо понимание ключевых слов в названии работы. С дипломной работой ситуация обстоит точно таким же образом с точки зрения основных процедур. Выбор темы, работа с научной литературой, написание черновика, редактирование, подготовка текста к печати и, наконец, защита. Следует подчеркнуть, что наиболее удачными бывают выполненные дипломные работы, темы которых являются продолжением работы над курсовым проектом. Очевидно, что студент чувствует себя более свободно в материале, у него есть необходимая для исследователя глубина понимания и осознания научной проблемы. Что же представляет собой курсовая работа и дипломная работа как жанры? В чем их сходство и различия? По ним напомним, что одним из главных критериев научности становится постановка и разработка научной проблемы, частного вопроса. Курсовая работа представляет собой изложение в виде письменного документа, содержащего в себе основные результаты проведенного исследования. Структура курсовой и дипломной работы традиционна для научного текста. Она состоит из введения одинаково в обеих текстах глав или разделов заключения выводов в списке использованной литературы и приложения. Следует отметить, что деление на главы или самом наличии как минимум двух глав – это специфика данного жанра, поскольку традиционно в первой главе рассматривается история вопроса, состояние изученности этого вопроса в науке, а вторая глава, ее часто называют практической, представляет собой то уникальное, что сделано студентом для решения поставленной научной проблемы с конкретным использованием определенных научных методик, описанных в работах известных ученых по той или иной специальности. Однако результаты исследования представляются в текстах различного объема. Если курсовая работа в среднем 25-30 страниц печатного текста, то дипломная работа 67 страниц печатного текста. Итак, в первой главе или разделе должна быть отражена история вопроса с обязательным наличием критической оценки излагаемого материала, а взор литературы преследует конкретные цели. Определить степень разработанности, неразработанности проблематики выбранного направления исследований в отечественной науке или за рубежом. Дать полный и как можно более развернутый анализ аспектов изучения этой проблемы разными учеными, направлениями, школами. Познакомить с методами и процедурами анализа языкового материала исследования. Научить умению логического мышления и точного изложения мыслей. Способствовать овладению языком лингвистического исследования. При наличии различных подходов к рассматриваемой проблеме выработать свою оригинальную или осознанно занять ту или иную научную позицию, дополнив ее собственными аргументами. Для студента в ходе работы над историей вопроса важно не просто механически переписать положения, существующие в науке в свой собственный текст, а постараться представить этот материал в виде классификации, то есть постараться объединить работы по определенным признакам, например, по материалу исследования, по проблематике и так далее, что даст возможность выделить аспекты той или иной научной проблемы, представленной в научных работах. Отметим, что материалом для теоретической части курсовой или дипломной работы служит то научное понятие, которое выступает объектом исследования. Например, в курсовой работе на тему «Женщина как предмет познания в религии» объектом исследования становятся конспекты предмет познания и женщины. Ход анализа или исследования предполагает нахождение ответов на следующие вопросы. Что такое предмет познания как философская категория, объект познания, субъект познания как философские категории, 2. «Женщина как предмет познания и философии» основные черты описывают. 3. «Особенность рассмотрения женщины как предмета познания в других гуманитарных науках, например, психологии и социологии». 4. «Отличие женщины как предмета познания в религии» Очевидно, что основным приемом и подходом в решении данной научной проблемы становится сравнение в самом широком смысле. Напомним, что работа с теоретическими источниками или сбор и накоплением научной информации происходит с помощью книг, статей, периодической печати и сборников научных трудов, авторефератов, тезисов, конференций и слушаний докладов и публичных лекций. При этом надо обращать особое внимание на работу тех ученых, на которые ссылается автор, изучаемый в данный момент статьи, потому что при этом возникает цепочная реакция от одной работы к следующей и так далее. Такое явление получило название «кипертекста» или «текста в тексте», поскольку нет необходимости заниматься долгими поисками необходимой литературы, поскольку любая научная работа не существует изолированно. Остановится продолжением и развитием существующей в науке определенной научной традиции, в широком смысле парадигмы знания. Возможно и обращение к учебным пособиям с целью уточнить определение отдельных использованных терминов и термин-сочетаний. Однако важно помнить о том, что учебная литература не относится к теоретическим источникам диплома или курсовой работы. Наличие такой литературы в списке использованной литературы может рассматриваться как нарушение требований. Следующий момент в работе с научной литературой – это вопрос о ее функции. Так как простое чтение, пусть даже думчивое или глубокое, практика показывает увлеченность некоторых студентов разного рода подчеркиваниями прямо в статье книги, что недопустимо. Не станет источником накопления необходимой научной информации. Это должны быть записи, выписки, конспекты. Конспектируя или делая выписки, необходимо сразу оформлять точные ссылки, указание на автора названия работы, номер цитируемой страницы, чтобы в дальнейшем избежать повторного обращения к этому источнику. Например, Арнольд, страница 133 или 1, страница 133. Этот этап работы требует от студента пристального внимания, потому что необходимо не только изучить различные точки зрения, какой-то пишет так, а другой думает так, но и установить, в чем же исследователи школы расходятся, в чем своеобразие каждой рассматриваемой концепции. Студент должен стремиться к терминологической точности, правильности определений, принятых в работе. В этих целях настоятельно советуем обращаться к соответствующим терминологическим словарям. Наряду с обзором научной литературы по исследуемой проблеме на этом этапе работы студенту необходимо параллельно заниматься сбором фактического языкового материала исследования. Вторая глава, как вы уже указывали ранее, носит исключительно исследовательские теоретические характеры. В основе содержания главы анализ собранного фактического материала. Исследовательская или практическая часть вызывает, как правило, у студентов затруднения, поскольку именно эта часть работы составляет главную цель осуществления любого исследования. В этой части работы должны быть продемонстрированы такие умения, как умение собирать материал, находить соответствующую для анализа методику, классифицировать полученный материал. Следует отметить, что работа над исследовательской частью дипломной работы определяет уникальность, оригинальность проведенного исследования и часто составляет основу для написания научной статьи и дает возможность студенту участвовать в конференциях различного уровня, набирая необходимый опыт. Кстати, структура второй главы напрямую связана с избранной классификацией. Разные принципы классификации материала представляются по части параграфа или подраздела работы. В каждой части описываются данные как квалифицируемого материала по определенному принципу, от большого числа к меньшему. Кроме того, можно включить отдельные фрагменты анализа в наиболее интересных показательных случаях. В заключение, оно не должно превышать объем 2-3 страницы. Должны быть изложены основные выводы из анализа исследованного материала. Таким образом, дипломные преследуют одну цель – научить студента излагать в относительно жестких рамках, как структурных, так и временных результатах проведенного исследования. И не следует фокусироваться на объеме работы. Главная задача – это создание оригинального текста. А для того, чтобы работа была интересной, она должна быть по-настоящему актуальной, и актуальность в этом контексте означает только тот факт, насколько тема исследования может быть полезна всему обществу. Именно так следует воспринимать свою конкретную работу и свой маленький вклад в общее дело развития и продвижение науки в Казахстане. Кроме того, очевидно, что овладение навыков создания научного текста в Ишире, выработка собственного академического стиля носит поэтапный характер. От выполнения модульного задания в рамках изучения дисциплины «Академическое письмо и чтение» к созданию курсовых работ дипломного сочинения на старших курсах. Такая работа требует от студента настоящих усилий интеллектуальных, эмоциональных, физических, но только при соблюдении всех условий будет приносить реальные дивиденды от затраченных сил. Это сделает из студента вдумчивого и серьезного исследователя, способного справляться с поставленными перед ними задачами. Спасибо за внимание. Удачи!